Всем привет! Вы помните, какими были телефоны раньше? Все начиналось с черно-белых трубок, похожих на кирпичи. Потом пошли раскладушки и слайдеры, и, наконец, появились смартфоны, которыми вы все сейчас пользуетесь. Согласитесь, в последнее время производители телефонов все больше и больше копируют дизайн друг у друга, пытаясь переплюнуть конкурентов. Но в этом видео мы подобрали для вас такие смартфоны, которые вы вряд ли когда-то видели. У каждого настолько уникальный дизайн и технология производства, что мы сомневаемся, возьмется ли кто-нибудь это повторять. Итак, это самые необычные и эксклюзивные телефоны в мире. Поехали! The Dress Phone Это, возможно, самый необычный смартфон в мире. Дело в том, что он может складываться с топкой прямо как костяшки домино. При этом у гаджета есть полноценный современный сенсорный дисплей, который сгибается на 180 градусов в трех точках. Представляете? Это новшество позволяет сделать телефон более компактным. Ведь что может быть круче, чем сложить телефон пополам один и даже два раза? Экран смартфона даже в сложенном виде сохраняет свою функциональность и продолжает отображать уведомления и важную информацию в виде стильных виджетов. На первый взгляд может показаться, что телефон довольно странный. Но мы уверены, вы в нем не разочаруетесь. Lenovo C Plus В нормальном состоянии, то есть в разогнутом, этот смартфон выглядит словно пульт дистанционного управления с большим дисплеем. Однако насечки на обратной и боковых сторонах кажутся подозрительными. Стойте-ка, кажется, этот аппарат сгибается. Невероятно, но C Plus можно даже обернуть вокруг запястья. Но все-таки нужно не переусердствовать. Когда его показывали журналистам на отдельной сессии в Сан-Франциско, представители компании Lenovo признавали, что дисплей пока еще страдает от поломок в местах сгиба. Электронная начинка C Plus разделена на сегменты внутри корпуса. Благодаря такой конструкции телефон можно использовать в качестве умного браслета. Интерфейс при этом оптимизируется под тот или иной режим использования. А эта необычная штука работает под управлением непривычного нам Windows Phone 7. Форма двойной раскладушки обеспечивает телефону надежную защиту. Большая часть экрана постоянно закрыта верхним и нижним флипами. Между ними остается узкий участок экрана, куда выводятся самые важные данные вроде имени вызывающего абонента, а также текущее время, дата и день недели. Конструкция быстро открывается, стоит только нажать на защелки в левой и правой частях корпуса. При этом трипл флип раскладывается на всю свою немалую длину, и владелец спокойно говорит прямо в микрофон, не крича и не морщась, что очень удобно. У телефона есть основная виртуальная клавиатура на сенсорном экране вместо обычной. Ну а для тех, кто привык к обычной, могут воспользоваться ей. Выдвижная клавиатура располагается сбоку. Этот смартфон будет удобен для киноманов. Части телефона разворачиваются на 270 градусов, а дисплей немного поворачивается вверх, чтобы обеспечить владельцу максимально удобный угол для просмотра видео. Предусмотрена также и возможность подключиться к панели высокого разрешения, монитору или телевизору, чтобы уж точно ни в чем себе не отказывать. Nintendo Plus Этот смартфон точно понравится любителям виртуальных игрушек. У гаджета абсолютно необычная форма. Это одновременно и горизонтальная раскладушка, и боковой слайдер, и ротатор. Автор проекта предложил отказаться от использования аппаратной клавиатуры, скрытой под дисплеем, и просто заменить ее на игровые кнопки. Полностью сфокусированный на играх, концепт Nintendo Plus предлагает два фронтальных динамика, экран с повышенной яркостью, стилус для игр, требующих точности, и специальный усиленный механизм крепления экрана. Просто мечта игроманов. Neck Flip Phone Сколько экранов на самом деле нужно современному мобильному гаджету? Один, как в большинстве нынешних устройств. А может, два? Да что уж там, три в самый раз! Даже среди мобильных телефонов, оказывается, бывают свои змеи Горынычьи. Вот только вместо трех голов у этих гаджетов три экрана. Вы скажете, что это много? Создатели этого оригинального аппарата скажут, что в самый раз. И так сойдет! Ведь сейчас мобильные телефоны и множество других мобильных девайсов практически одинаковые. Наличие сразу нескольких экранов, а также операционная система Android, позволяет добиться полноценной многозадачности этого телефона. Это может показаться нереальным, но три взаимосвязанных экрана в одном мобильном телефоне при использовании разных приложений будут работать в разном режиме. Разные приложения на разных экранах и одна программа, запущенная сразу на трех. Как вам вздумается, так и делайте. Особо полезны сразу три экрана будут при работе с файлами, изображениями, графическими и текстовыми редакторами при чтении книг. Ну а сама клавиатура будет находиться с обратной части одного из трех раскладных элементов Flip Phone. Кроме того, наличие сразу трех составных частей позволяет этому телефону быть одновременно и подставкой для самого себя, для лучшего просмотра фотографий, видео, для режима настольного будильника. Что скажете? Нам кажется, очень удобно. Эрубикс Портал Сердцем этого телефона является многоядерный процессор. Объем оперативной памяти составляет 2 гигабайта, встроенной флеш-памяти 64 гигабайта. В общей сложности предусмотрено целых 4 камеры. Четыре! Причем некоторые из них будут служить средством управления телефоном с помощью жестов. Прочие интересности Эрубикс Портал таковы. Стереофонические динамики, поддержка беспроводной подзарядки, возможность работы в мобильных сетях GSM и LTE, барометр, электронный компас, приемник системы навигации GPS, чип для электронных платежей, датчик приближения и даже возможность погружения гаджета на глубину до 10 метров. Кажется, этот телефон напичкан всем, чем только можно. Да и ладно, чем больше, тем лучше. Экран смартфона защищен от царапин, а вся конструкция устройства усилена упрочняющими материалами, такими как кевлар и полиуретан. В качестве программной платформы планируется использовать Android со специальными настройками. Google Project Aero Нам кажется, что в мире смартфонов грядет революция. Только посмотрите на этот телефон. Необычный, правда? Хотя в продажу Project Aero уже не поступит, сотрудникам одного известного ресурса удалось заполучить один из прототипов смартфона. Он имеет модельный номер А8А01. По всей видимости, это версия для разработчиков. В данном образце модули крепятся с помощью электромагнитов. В прошлом Google заявила, что использования одних только магнитов недостаточно, так как модули не крепятся должным образом. В результате было решено сделать эти электромагниты выпирающими из корпуса, чтобы блоки надежно держались на месте. Кроме того, сам смартфон нельзя назвать компактным, а его толщина и вовсе составляет 12,5 мм. И это еще без модуля камеры, что для современных смартфонов уже неприемлемо. Возможно, что Google не смогла решить проблемы с конструкцией, поэтому проект было решено закрыть. NEC Medias V В закрытом состоянии смартфон ничем не отличается от стандартного коммуникатора, разве что его выдает немалая толщина в 13 мм. Ну а стоит его раскрыть, перед вашими глазами предстанут два ЖК-экрана размером 4,3 дюйма, соединенных продольным шарниром. Такую огромную площадь дисплея можно использовать для растягивания одной программы или для работы с двумя приложениями одновременно. Если вы смотрите видео, его можно одновременно выводить на два экрана. Поставьте Medias V на стол домиком, и наслаждаться зрелищем будут два человека, сидящие напротив друг друга. Неплохо, правда? Опасение вызывает две вещи. Скромная емкость батареи, которой вряд ли хватит на длительное время работы при столь энергопрожорливой начинке, и конструкция самого устройства, которое в закрытом состоянии смотрит экранами наружу. Поаккуратней с ним, а то жалко будет разбить такое чудо. Nokia 888 Этот телефон является воплощением невероятной гибкости. Ожидается, что его дисплей и мягкий корпус позволят изгибать телефон как вам только захочется, придавая ему форму браслета, раскладушки, выгнутую, вогнутую, загнутую. Заявленная запланированная толщина составляет 5 мм. Помимо этого, в телефон планируется встроить систему приводов, позволяющую ему самостоятельно шевелиться, изгибаться и двигаться, например, при входящем сообщении или звонке. Живой телефон, чудеса прям какие-то. В качестве источника питания предполагается использовать специальные жидкие аккумуляторы. Nokia 888 – это концепт телефона будущего. Надеемся, что мы вскоре увидим воплощение этого концепта в жизнь. Уж очень он хорош. ZTE Ecomobius – телефон-конструктор. Возможно ли это? Еще как. Теперь пользователь может сам собрать телефон или же обновить его. Всего смартфон состоит из четырех модулей. Это дисплей, процессор, аккумулятор и фотокамеры. Основным модулем, как ни странно, выступает дисплей. Все остальные модули крепятся на него с помощью магнитов, после чего вся конструкция закрывается крышкой. Вы можете без проблем сменить камеру, батарею, дисплей и так называемые основные модули, число которых входит процессор, оперативная память, флеш-накопитель и видеографический сопроцессор. Замена осуществляется благодаря магнитным креплениям. Ecomobius выполнен в суперпривлекательном промышленном дизайне. Все его компоненты упакованы в пластмассовый корпус, прозрачность которого полностью отражает суть этого трансформера. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой, на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...